Всем привет! Сегодня мы будем снимать кормление за фобосом. Что-то наш Стэн уже привык к камере, точнее к тому, что это что-то потенциально съедобное. Нет, 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 это не еда. Хотел снимать за фобоса, снимаем как он лазит по ноге в поисках еды. Нет. За фобосом он очень забавно ловит, поэтому мы это увидим. Первый за фобос пошел, второй пошел. На ковре, конечно, ему делать это гораздо проще, чем на полу, потому что у ковра не такая гладкая поверхность. И Стэн вполне может схватить его. А на полу это было бы очень забавно, особенно на гладком. Потому что поверхность скользкая и достаточно тугая. Ну, как сказать, рот открывается, а пасть не съезжается. Кормить за фобосом ни в коем случае нельзя ежедневно. Это меню для разнообразия, поскольку они очень жирные. Вот он немного не понял где. И надо пинцетом его поманить в определенную сторону. В сторону за фобоса. Конечно, он очень голодный, поэтому с радостью их ест. Даже с пинцета успел своровать. Да, случаются трагические промахи. Но ничего серьезного. Нет, камера несъедобная, поэтому ее мы тебе не дадим. Ну, и попробуем показать, что будет на гладкой поверхности, на гладком полу. Возьмем нашего ящерика. Он не очень сильно раздражается от того, что его берут. Но, тем не менее, нащупал у него кожу на животе, которая слезает. Ну, да ладно. Главное показать, как он будет пытаться скушать за фобоса на полу. Это забавно достаточно. Пол скользкий, поэтому у за фобоса гораздо больше шансов убежать. Парай случаются казусные моменты. Вроде такого. Когда он пытается скушать пол вместо за фобоса. Никак не может понять, что в его рту ничего не упало. Но сегодня он молодец. Хорошо их хватает. Что-то у последнего. Оп. Упал. Конечно, на приближении труднее ловить, чем из дыли. Ну, ладно. Еще одно, чтобы он был сегодня уж точно. Сыкаю. Ну, все. На сегодня кормление закончено. Этого количества ему хватит на целый день. Поскольку за фобос пища жирная, мы ему много давать не будем. Мы также не будем давать его каждый день. Давать его лучше раз или два в неделю. Может, даже реже. Поскольку за фобос не только жирный, но еще имеет труднопереваемый хитин в виде покрытия. Но стенд, конечно же, еще не понял, что он накормлен достаточно. Он бы съел гораздо больше. Пометил пол своими выделениями, что не очень меня радует. Придется убирать. Но, тем не менее, такое бывает. Но на сегодня все. Да, вот эти движения после того, как он поел. Как будто он вытирает морду. Он еще будет поищать немного, чего покушать. И потом вернется дыхать, как только еда провалится ему в желудок, образно говоря. Ну, на сегодня мы закончили. До новых встреч. Улыбнись. Не можешь.